Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. И давайте я сразу такую ремарочку сделаю в начале видео, поясню кое-что. Девочки, я понимаю, что у некоторых людей, да, то, что мы видим, даём реакцию какую-то, да, то, что мы видим вовне, ну, в моём видео конкретно, да, если у вас это как-то отзывается, какую-то реакцию даёт, то говорит о том, что вас лично это задевает, да. Я хочу напомнить то, что люди ко мне не идут за похвалой, за том, чтобы я их погладила по голове. Очень часто, в основном, это тяжёлые, трагические истории бывают, да, люди с определённой судьбой, скажем так, да, и они не поддержки ждут от меня, а многие так и пишут в письмах своих, да, я жду от вас совета, взгляда со стороны, потому что моё мнение уже здесь, я сам себя не понимаю в своей истории, да, или я не могу принять решение, я запуталась, или мне непонятно, как себя вести. Мне девочки пишут, не за одобрениями правильно они поступили или нет, я им не мама, которая будет жалеть. Если человек делает ошибку, говорит, да, продолжай, продолжай, ты же жертва, всё нормально. Я даю трезвый взгляд, как правило, в основном, на ситуацию со стороны. Не моя задача поддержать человека, например, чтобы он продолжал портить жизнь своих окружающих, и очень часто в этих историях задействованы дети. Вот вы, называя меня грубой и некрасиво, то, что я могу как-то давить на кого-то, ну, в своих советах, например, иногда бывает такое, кто-нибудь пишет, он на свой как бы счёт принял, что, ну, скорее всего, это люди, которые в такой же ситуации, они хотели бы побыть всё-таки жертвой и услышать похвалу, какую-то поддержку. За поддержкой в другое место. Это не та ситуация. Я конкретно люблю работать с людьми, которые готовы менять свою жизнь и принимать во внимание какой-то совет. Да, если ты спрашиваешь, вот меня спросили совета, я его дала, меня не спросили запроса, нет, я совет не даю. Всё очень просто. Если человек спросил, значит, он этим поинтересовался. А грубый мой ответ будет, не пожалела по голове, не погладила, не приголубила там на плече, ну, это уже другой вообще разговор, я для этого здесь не предназначена. Понимаете, если человек жертва или разрушает свою жизнь, деструктивно её проводит, я не могу, скажем так, потакать этому, говорить, правильно ты всё делаешь, давай продолжай в том же духе, я не могу это поддерживать. Поэтому в таких видео я даю советы, ну, отчасти грубые, возможно, вам это не нравится, ну, что теперь поделаешь, вот так вот есть. Давайте сегодняшняя история. Здравствуйте, Галя, решила рассказать вам о своей истории, узнать ваше мнение, а также слушателей вашего канала по поводу моей ситуации. Начну с того, что мне 25 лет, и за все эти годы у меня были всего лишь одни серьёзные отношения с парнем из моего города. Но полгода назад на сайте для изучения языков познакомилась с турком, которым 39. Он разведён, у него двое детей, 10 и 13 лет. Он вежливо попросил помочь ему с изучением русского языка, так как по контракту приехала работать в Украину на два года. Я согласилась, время от времени помогала делать разные какие-то упражнения, проверяла их на ошибки, ничего более. У него хорошая работа, достаточно он зарабатывает, образован, хорошо воспитан, за всё это время никаких пошлостей и глупостей не писал. Через месяц мы стали уже больше и больше общаться, это было не только сухое формальное общение и помощь с русским языком, а уже более дружеское, с элементами, симпатиями. Мы регулярно созванивались с ним, несмотря на достаточную разницу в возрасте, и мне с ним очень интересно, комфортно общаться. У нас немного общего, начиная от хобби, заканчивая книгами, которые мы друг другу посоветовали когда-то прочесть. Как и оказалось, многие из них мы уже знали. Он рассказал о себе, спрашивал меня, интересовался моими увлечениями, делился какими-то интересными историями из своей жизни. В общем, наше общение с каждым днём всё больше и больше развивалось. И в последнее время я начала замечать, что это уже не просто общение, а что у него интерес ко мне как к девушке, которая ему нравится. Да, я привязалась к нему и начала влюбляться тоже. А вот недавно он сказал, что было бы здорово нам наконец-то встретиться, и в январе хочется приехать ко мне в город и спросил, что я об этом думаю, не против ли я. Я, конечно же, была в шоке, я не знаю теперь, что мне делать. Я тот человек, который не то чтобы боится отношений, но всегда аккуратничала, осторожничала. Я всё всегда держала под контролем. Здесь остановлюсь. Держать под контролем — это снимает с себя тревожность. Я контролирую ситуацию, я увереннее, я не тревожусь. То есть у вас есть определённый какой-то страх, который вы своим контролем гасили. Всегда старалась не прислушиваться к сердцу, а считала, что все шаги нужно продумывать головой, мозгами, прежде чем с кем-то начинать встречаться. Кроме того, всегда ответственно я подходила к этому вопросу, если человек ко мне проявляет симпатию, а мне он не нравится, или я была не готова для отношений, или не хотела отношений. Я сразу же давала об этом понять человеку и не морочила голову никому, ни себе и никому-то ещё. А вот в этой ситуации с турком моя тактика не совсем работает. Я головой понимаю, что это, возможно, не лучшая партия для меня, так как разведён, я точно не представляю никогда возле себя такого мужчины. Кроме того, у него есть дети, которых он любит, о которых заботится, и, по всей видимости, они для него вся жизнь, и они всегда будут для него на первом месте. Что, конечно же, для каждого папы нормально, но мне-то это совсем не нравится, так как я бы тоже хотела быть в главных ролях его жизни. Да, я прекрасно понимаю, что на переезд в Турцию я бы не согласилась. Хоть он мне расспрашивал, не хотела бы я там жить, и какое моё мнение об этой стране. Я признаюсь, честно, я боюсь таких кардинальных перемен, искренне завидую всем девчонкам, которые смелые всё бросили, переехали и не боялись. Вот главная проблема, скажем тогда, ваша. Я признаюсь честно, что боюсь кардинальных перемен. Знаете почему? Потому что я тогда не контролирую ситуацию. У вас есть страх. Но несмотря на это всё, я не могу о нём не думать. У меня огромное притяжение к нему, я вижу, что это взаимно. Даже не думала, что теперь такое бывает, что такое буду когда-то ощущать другому человеку. По поводу встречи, то, конечно же, мне очень хочется с ним встретиться. Я дала согласие, а теперь я сижу и думаю, а что же дальше? А вдруг после этого я уже совсем потеряю контроль и влюблюсь по уши? Вот оно, контроль. Я боюсь влюбиться по уши, потому что может быть больно, страхи и так далее. И как же тогда дальше с ним строить будущее? И вообще стоит ли? Не хочу потом всё резко обрывать, делать больно себе и ему, так как он очень тепло, бережно, уважительно ко мне относится. И не раз говорил, что я ему нравлюсь и хотел бы выйти на новый этап отношений. Галина, подскажите, пожалуйста, как дальше быть? Стоит ли вообще, чтобы он приезжал ко мне? Может, пока не спрашивать и взять паузу? С одной стороны, понимая, что он мне очень нравится, дорог, готова, как говорится, в омут с головой. А потом, через какое-то время, вспоминая его статус, разведён с детьми, да и разницу в возрасте. Это меня тоже останавливает. Надеюсь, я доступно объяснила всю историю и мои переживания. Буду благодарна, если сможете прояснить мне всю ситуацию, как быть и что дальше делать. Итак, смотрите, всё очень просто и, скажем так, ничего... Вы очень многое понимаете. Вы очень правильно, грамотно, структурированно написали своё письмо. Это кайф. Мне бы так проще. Почему? Потому что я уже в половине письма останавливалась и вам говорила, в чём дело. Дело в том, что у вас есть страх, вы боитесь потерять контроль, потому что и прыгнуть, как вы говорите, вроде готова с головой в омут, потому что недосказанность. Определённо есть у вас какой-то опыт или, в принципе, неуверенность в жизни. То есть когда я контролирую, мне удобно, мне комфортно, мне хорошо, я контролирую ситуацию, мой уровень тревожности горизонтальный, не скачет. Если я доверюсь человеку, если я в омут с головой, если я сделаю кардинальные перемены, когда я не контролирую ситуацию, моя тревожность подпрыгивать будет. Ваша психика работает так, что контролируя всё, я в себе. То есть это вообще, в принципе, базовое недоверие. Я контролирую, я доверяю только самому себе. Это говорит о предательстве, в принципе, о том, что нужно, может быть, какая-то тяжёлая жизнь, детство и так далее, а нужно рассчитывать только на себя. Или меня конкретно когда-то очень сильно предали. Или у меня вообще родители так воспитывали, в семье была такая ситуация, или с друзьями, когда мне нельзя было ни на кого положиться. Я очень самостоятельный, и был ребёнок с самого раннего возраста. Я не доверяю. Это я контролирую, значит, всё окей. Чуть что-то, звено одно выпадает, и у меня начинается дисбаланс, тревога прыгает, скачет. Я в панике, я теряю контроль. Мне грозит опасность. Знаете, да, это вот как линия идёт, там пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, срочно-срочно-срочно, внимание, пи-пи-пи-пи, да, вот эта история. Аларм такой, звонок, внимание-внимание, загорелась атомная станция, да, что-то такое образно. Так вот, проблема в том, что вот это балансе контроля, как вы раньше всегда 25 лет жили, жить тяжело. Многие люди так всю жизнь живут. Таким людям, и вам в частности, какой проблемой столкнулось, вам тяжело впустить в свою жизнь человека, партнёра, который даже вам нравится. Вы начинаете в нём искать проблемы, отговорки, чтобы не вступать в эти отношения для себя самой, чтобы не терять зону своего контроля. Вам трудно довериться. Мне кажется, главное, нет доверия. И проблема вас и людей, которые с такой же схожей проблемой доверия, впустить кого-то, кому я могу доверять. Дело не в его детях, дело не в его статусе разведённом. Разведённых людей вокруг очень много. Это не клеймо какое-то. Да, у него есть, вы сами говорите, это нормально для папы любить своих детей и там хотеть, короче говоря, для них лучшего, их обеспечить и так далее. Совершенно верно. Страшно ему довериться. А просто у него есть такой бэкграунд, который очень хорошо под это очень стелится для вашего вот этого «не надо контролировать», чтобы галочка эта не скакала, координатная, да, не менялась. И вы себя этим самым сейчас пытаетесь с собой бороться. Вот про здравый смысл и чувство. Вы влюбились, и, возможно, человек вам реально подходит, вы это чувствуете. Но довериться вам страшно. Голова говорит «нет, нет, давай, как всегда, надо контролировать». Влюбишься, контроль потеряешь. Конкретный вы у меня совет, да, спросили, что дальше делать. Я бы что посоветовала. Надо всё равно преодолевать, надо понять, почему страх недоверия к людям, да, поработать с этим страхом, вообще в голове себе порассуждать. Когда началось, может быть, вы, скорее всего, уже знаете ответ, когда я начала всё рассказывать. У вас есть конкретный пример, с чего у вас закладывалось недоверие к людям и надо рассчитывать только на себя, вот эта вся история. Надо бороться, конечно, с собой, себя менять и понимать, что, понимаете, это природа. Вдвоём выживать легче. Поэтому стайки, короче, в пары взбивались и в природе, и люди в том числе, да. И мы живём поэтому, по сути, в социуме, да. Соседи у нас есть, городами мы живём на нашей планете. Это всё, мы всё равно все вместе. И надо с собой бороться, нарушая своё привычное поведение, его ломать. Тогда закладываются новые реакции, психика по-другому работает, позволять себе расслабляться. Как бы я поступила, да, находясь на вашем месте сейчас, какой план действий ближайший? Согласиться на встречу, пусть приезжает, встреча должна быть в реальной жизни. Во-первых, вообще понять, есть ли химия, нравится, не нравится. Посмотрите к себе отношения, если он всё оправдает, всё будет классно, замечательно, не проявляя инициативу, не сам его предлагая переехать и так далее. Он сам, мужчине, если вы понравитесь, он сам будет предлагать какие-то перемены и двигать инициативу. Посмотрите по своим ощущениям. Скорее всего, когда вы увидите в реальной жизни, если у вас пазлик-то совпадёт с ним, есть такой, у меня очень большой процент на это идёт, в моей логике, да, то у вас и ощущение недоверия, тревожность, оно упадёт. Он расположит к себе, вам захочется ему доверять. Вы можете им при встрече ему об этом, ну, или после встречи ему об этом сказать о своей проблеме, что я боюсь и, скажем так, мне нужна помощь определённая, я трудно доверяю людям. С ним это обсудить, в этом нет ничего такого. Вот мой такой совет. Девочки, пишите в комментариях, что вы думаете, дайте совет девушке, если были в такой же ситуации. И в частности, что я вам хочу сказать, девчонки, пожалуйста, пишите комментарии, и я оставляю почту под видео, в которой вы можете написать свою анонимную историю или записаться на психологическую консультацию. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok